Когда у меня накопилось какое-то количество песен, у меня, значит, затаилась такая мечта записать эти песни где-то на студии. Но я ни понятия не имела, с чего это начать, к кому обратиться. Была у меня одна попытка, не скажу, что она была удачная, потому что, ну, как-то я больше записала, и больше я эти песни записанные нигде не слушала. И не было ресурсов, не было советчиков каких-то, которые могли сказать, что так и так надо сделать, такие аранжировки и так далее. До тех самых пор, пока однажды ко мне в гости приехал, есть такой, может, слышали, автор-исполнитель Павел Пиковский. Вот он, любимчик просто. Вот, любимчик. И он приехал в гости, у меня как раз день рождения, я смотрю, он с чёрным чемоданчиком, и говорю, ух ты какой профессор, а чё же у тебя там электроник? Он говорит, это подарок тебе. И оказалось, что он приехал с домашней студии звукозаписи. И мы с ним уединились на несколько дней, там всё это зашторили наглухо, чтобы правильно звук был, и записали с ним альбом, который называется «Мотылёк». Ну, не полностью записали, а как бы основной материал рабочий, куда вошли песни, которые я уже, ну, он говорит, ты давай будешь петь песни, которые у тебя от зубов отскакивают, то есть ночью тебя разбудит, и ты их споёшь, чтобы ты здесь ни крякала, ни вякала, мы не тратили время. Так и получилось. Мы записали этот альбом, он всё это, весь материал вёз в Москву, и там уже на профессиональной студии работали люди, там сводили, там всё это вот, всё сделали правильно. Плюс он потянул своих музыкантов, знакомых, которые там прописали очень красиво, аранжировку, там флейты волшебные, Юрия Капли есть такой музыкант замечательный. Я о чём говорю? Я привезла сюда диски, у меня их осталось всего пять штук, если вдруг кому-то захочется, всего пять дисков осталось. Ну, я их, в общем, привезла. Ну, в общем, я хотел бы вас познакомить с некоторыми песнями из этого альбома, который называется «Мотылёк». Вот он, собственно, такой там и получился, очень воздушный, он такой космос туда запустил, который вот я и ждала, думаю, ну, как что, что в этих песнях не хватает? Вот как раз вот этот «Мотылёк» он ожил. Мой кокон замотан. Мой кокон замотан. Летит беспечный «Мотылёк» на свет в окне с пустой гостиной. Вся жизнь его была не длинной, а путь и вовсе недалёк. Сгорит и превратится в пыль, дымя крылом и чувством белым. Мне жаль, что он рождён был смелым, как жаль, что он рождён был смелым, таким отважным, но таким слепым. Лишь вспышки миг и ничего, и тень крыла в стекле палящим. Весь смысл — геройство настоящим. Не понимаю я его, сгорит бессмысленно, клинян. А завтра кто-то вспыхнет снова, исчезнет так же бестолково, Сгорит он так же бестолково над лампой, согревающей меня. Над лампой, освещающей меня. Анастасия и другие Т Hermana и другие